Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв. Теперь для того, чтобы сделать селфи сейфи левой башни, не обязательно ехать во Францию. На окраине Самары воссоздали один из самых знаменитых арт-объектов планеты. Кто замахнулся на французский символ и где увидеть самарскую башню, смотрите в следующем сюжете. Эта железяка теперь любимица всего микрорайона. С недавних пор, как в Париже, живут на Красной Глинке. Французским шармом окутан весь микрорайон. Не хватает лишь лавандовых полей да круассанов в булочных. Но романтичность, говорят, теперь зашкаливает от этой башни, у влюбленных даже башню сносит. Ее создатели того и добивались, придать любимому району новый шарм. В роли Гюстава Эйфеля выступил Виктор Давыдов. Командировка в Париж настолько впечатлила мужчину, что он решил построить свою собственную башню прямо возле работы у завода «Электрощит». Идея моя, это я могу сказать так точно и с гордостью, пришла она к нам после того, как мы побывали в Париже. В Париже Эйфелева башня является как бы визитной карточкой этого города, а может даже и всей страны. Эйфелева башня на Красной Глинке в 65 раз меньше оригинала, да и весит всего 300 килограммов. Делали чудо инженерной техники тут же, на заводе. В считанные сроки башня, нарисованная на чертеже, превратилась в прочную постройку из стали. Изготовили, сварили, покрасили. Сложность заключалась только в том, что невозможно было в данном цехе ее собрать. И пришлось надеяться только на точность исполнения всех конструкций. Волновались зря. Собранную башню забетонировали, покрыли специальным раствором и поставили недалеко от проходной. Теперь своим селфи с Эйфелевой башней может похвастаться любой житель Самары. Я очень рад этому обстоятельству. Я думаю, что оно радует всех окружающих. И, наконец, у людей есть возможность сделать фотографии с настоящей Эйфелевой башней. В своем детище создатели не сомневаются, уверены, оно простоит минимум 15 лет. Так что у всех, кто еще не успел сделать фото с Эйфелевой башней, есть отличная возможность сделать себе новую запоминающуюся аватарку. Это все на сегодня. Желаю вам приятных выходных. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok